Татьяна, спасибо огромное. Уважаемые коллеги, добрый день. Еще раз для информации, презентация у вас будет. Я надеюсь, вы меня видите и слышите. Огонечки, как Татьяна говорит, вот тут внизу есть, если все хорошо. Спасибо большое. Давайте я еще раз представлюсь, и мы пойдем с вами уже по презентации. Если времени нам не хватит, мы какие-то слайды будем перелистывать, но презентация еще раз у вас будет. Меня зовут Тулетбаева Галина Фанилевна. Я кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологического сопровождения и клинической психологии, ныне Уфимского университета науки и технологий. Кроме того, я непосредственно клинический психолог, нейропсихолог, который работает с детками, прежде всего с детками с различными нарушениями, такими как аутизм, синдром дефицита внимания, гиперактивности, ну и с детками, у которых все хорошо, в плане того, что у них нет никаких нарушений. Но есть некоторые трудности и проблемы в обучении и воспитании вот этих деток. Мы с вами сегодня проговорим как раз-таки актуальные проблемы, которые возникают, но не будем говорить это с позиции вот такой практической психологии. Мы с вами поговорим скорее с позиции нейропсихологии, клинической психологии, медицинской, как угодно можно назвать, но прежде всего вот с этой позиции. Коллеги, если у вас будут вопросы, здесь есть вкладка «Вопросы» по ходу моего вебинара, по ходу того, как я буду вам рассказывать, вы можете прямо в чат вопросы писать, мы прямо в эфире их будем обсуждать, не будем конца ждать. Если я их увижу, то сразу же отвечу. Значит, у меня была уже серия вебинаров по нарушению поведения. Я думаю, записи есть, можете посмотреть. И на этих вебинарах мы разбирали мотивы нарушения поведения у деток. В частности, мы уже говорили про такую проблему, как избегание неудачи, когда ребенок говорит, не буду пытаться, не буду ничего делать, все равно у меня не получится. Не будем сейчас про эту проблему, поскольку мы про нее говорили, я лишь упомяну, что это достаточно актуальная проблема. Многие детки в настоящий момент действуют именно так. То есть вот это избегание неудачи у многих очень деток наблюдается. У меня сейчас в коррекции находится мальчик, с которым мы, в частности, работаем вот над этой проблемой. Молодой человек, ему 10 лет, он не умеет проигрывать, потому что проиграл в любую игру, в любую детскую игру, в любую забаву. Не хочу проигрывать, не умею проигрывать. Он начинает выдавать бурную и обычно у таких деток очень агрессивная реакция. То есть они начинают в буквальном смысле драться с родителем, чаще всего, да, с психологом, который с ним занимается и так далее. Это вот про избегание неудачи. Еще раз подробно не будет, в прошлых вебинарах мы про это говорили. И схему, как с этим работать тоже. Очень часто причиной нарушения поведения является семейное воспитание, семейное неблагополучие. Мы про него тоже говорили, лишь упомяну и опять, наверное, приведу в пример вот этого мальчика. Значит, когда, вот прежде чем проводить с ребенком какую-то коррекционную работу, развивающую работу, реабилитационную, мы в любом случае проводим диагностику. В любом случае, да, мы что-то об этом ребенке знаем. Обычно на диагностику приходит семья. То есть папа, мама, ребенок. Очень часто это даже бывают братья и сестры, которые вот прямо в диагностике участвуют. Редко, но так тоже бывает. И вот про нашего мальчика на диагностику пришли мама, папа. Ну и вот сам наш клиент, да, наш молодой человек. Значит, мама с папой поначалу рассказывали про проблемы ребенка. И вот буквально там оставалось, ну, может быть, уже конец диагностики, минут 10-15. Между папой и мамой начинается перепалка о том, что вот ты неправильно его воспитываешь, ты ему все позволяешь, когда он со мной, он себя хорошо ведет, да. И вот такая вот перепалка нам, как психологам, как воспитателям, как учителям, может говорить о том, что с типом воспитания на самом деле в семье не все хорошо, да. Оно такое двоякое. Причем ребенок при всем вот этом присутствует, и он видит, что у папы один стиль, у мамы другой стиль. Конечно, ребенок это не анализирует, но что-то, да, у ребенка какое-то мнение свое все-таки вот об этой ситуации складывается. И как результат опять проблемы с поведением, прежде всего, ребенка. Да, и в Корее в таком случае мы будем тут с двух сторон работать. Тут ребенок будет ходить, возможно, к психологу, возможно, к нейропсихологу, да, для того, чтобы уметь научить ребенка реагировать на те или иные ситуации иным образом, нежели, например, агрессии. И одновременно здесь работать с родителями в рамках семейной психологии. Это обычно семейный психолог, да, или психолог-практикующий, еще их называют. Лучше, если это будет семейное консультирование. Но очень часто папа отказывается, поэтому семейное консультирование очень часто только маму. Ну, это вот по опыту. Тоже про это был вебинар, не будем про это упоминать. Я сегодня хотела с вами поговорить про другой, да, мотив, совершенно отличающийся от первого и второго, но иногда бывающий вместе с ними очень часто. Это мотив, который на слайде обозначен как органические изменения головного мозга. Я перелистну предыдущие слайды, про которые мы уже с вами говорили, да, вернусь, вот, простите, вот к этому. Значит, органические изменения. Это все в рамках нейропсихологии достаточно интересная дисциплина, основателем которой является Александр Роман Члурьян, и работы которого посвящены как раз-таки органическим поражениям мозга у взрослых. Но на сегодняшний момент очень актуально рассмотрение немножко другой позиции, да, его работы. Это все-таки про детский мозг, извините. Поэтому мы сегодня будем говорить про деток. Если вам интересно, вы можете за основу взять работу Лурия. Очень много материала там по мозгу. И, собственно, переложить всю вот эту информацию на детках, это тоже работает. Если интересно, Лурия, не помню, как называть, сейчас вспомню, труд я вам назову. Значит, будем говорить непосредственно о его теории. Теория его называется структурно-функциональная организация мозга. В названии, наверное, важно проговорить, почему структурно-функциональная. Лурия считал, что мозг имеет определенную структуру. И подразделял вот всю эту функциональную систему структурную на три блока, про которые мы сегодня будем говорить. Функциональная говорит нам о том, что каждый из этих блоков имеет свою основную функцию. Конечно, он не выполняет какую-то функцию конкретную, только вот эту. Но такую функцию все-таки выделить можно. И тогда в коррекции, в нашем случае мы говорим про поведение. Поведение мы будем работать именно с той функцией, которая будет нарушена. Мы сегодня тоже их проговорим. Итак, поехали про изменение мозга. Еще в детской психологии, нейропсихологии детской говорят про недоразвитие тех или иных структур. Недосформированность иногда говорят тех или иных структур. Вот мы про эти структуры сейчас попробуем проговорить. Значит, очень условно нельзя рассматривать каждый блок в отдельности. Очень-очень условно, но все-таки лурия подразделяет головной мозг на три основных блоков. Первый блок – блок регуляции активности. Еще этот блок в литературе очень часто называют энергетическим. Энергетическим, потому что непосредственно вся функциональная деятельность, вся деятельность, в которую мы себя включаем, она непосредственно связана с той энергией, которая у нас имеется. Не только энергии головного мозга, но и тела в целом. Работы тела, работы головного мозга и так далее. Мы сейчас каждый блок посмотрим по отдельности. Пока кратенько, чтобы у вас общая картинка сложилась, проговорим. Значит, обратите внимание на картинку. В блок регуляции активности или в энергетический блок входят все подкорковые структуры, структуры внутренние. На картинке они заштрихованы. Это структуры, которые формируются уже внутриутробно. В принципе, все внутриутробно формируется, но начинается формирование именно с этих структур. Второй блок – это блок приема, переработки и хранения информации. Вот здесь каждое слово на самом деле важно. Смотрите, приема, то есть мы принимаем информацию с внешнего мира, это про адаптацию. Это структуры, которые эту информацию перерабатывают и хранят. Не только структуры, которые обозначены на картинке, заштрихованы. Это теменная область, затылочная и височная. То есть вся задняя половинка мозга. Еще другие структуры за эти же функции отвечают. Но в большинстве своем это все-таки второй блок. Блок третий – блок программирования, регуляции и контроля психической активности, психической деятельности. И этот третий блок, посмотрите, тоже каждое слово, да, важно. В принципе, каждое слово говорит о той функции, которую этот блок несет. Значит, здесь мы программируем свою деятельность. То есть мы точно знаем, по какой программе мы сейчас пойдем. Пошли в магазин, мы точно знаем пошагово, да, что мы сделаем для успешного похода в магазин. Это блок, который эту деятельность регулирует и который контролирует, да, достигли мы той цели, за которой в магазин пошли или нет. Это все третий блок. И, скорее всего, именно третий блок, вам сказал, надо сходить на вебинар, немножко просветиться. В этот блок входят все лобные структуры. То есть вот там, где теми заканчиваются, кпереди, к колбу, и формируются эти структуры позже всего. Ну и давайте посмотрим каждый блок в отдельности. Немножко буду ускоряться, потому что времени у нас мало. Если будут вопросы, вы задавайте. Значит, не буду подробно останавливаться на тех структурах, которые входят в первый блок. Это отдельная, на самом деле, огромная тема. И эти структуры достаточно интересны. Я лишь упомяну, что структуры эти формируются вот сразу в процессе зачатия. Это первые вообще структуры, да, если мы будем рассматривать первый, второй, третий блок, которые формируются. С них, собственно говоря, все и начинается. Глубинные структуры. Иногда их называют. Значит, за что отвечают в большинстве своем вот эти глубинные структуры? Это важно, потому что именно вот эти пункты потом влияют на поведение наших деток непосредственно. Значит, это структуры, которые регулируют сон и бодрствование, да, связано все это с эндокринной системой, с иммунной системой. Достаточно сложная тема сама по себе, поэтому мы глубоко тоже копать не будем. Но имейте в виду вот детки, которые перепутали, да, вот обычно мама говорит, перепутали день и ночь. Это детки, у которых что-то не так пошло, да, с энергетическим блоком. Что-то в развитии пошло не так. Перепутал день и ночь. Это как раз-таки вот не отрегулировано, да, вот этот энергетический блок. И, скорее всего, у такого ребенка будут проблемы, про которые мы сейчас с вами попозже поговорим. Значит, это блок, который регулирует работу всего организма, и в том числе внутренних органов и самого головного мозга. То есть вся энергия, которая поступает в наш организм, ну, там, через пищу, например, да, через воду, все это контролируется вот этими структурами. Вот поскольку я работала еще в отделении больных, если у человека инсульт, да, изменение инсультное именно вот в первом блоке, в энергетическом, это человек, который, скорее всего, не выживет или будет очень глубоким инвалидом, да, потому что это структура, еще раз, которая регулирует работу всех внутренних органов. Сердечно-сосудистой системы, кровяной системы, эндокринной, иммунной и так далее. Это блок, который регулирует эндокринную систему, здесь отдельно и отвечает за иммунитет, посмотрите, а выделено в отдельную, как бы, функцию, да, почему? Потому что вот эндокринная система, она непосредственно связана с системой иммунной. Именно эндокринная система выделяет так называемые Т-клетки, иммунные клетки, которые в какой-то момент, если человек неуспешно адаптировался, например, да, могут вообще не выделяться. Психосоматика может начаться у ребенка. Детки, которые очень часто болеют в детском саду, очень плохо адаптируются во внешнем мире, да, часто болеют, потому что это вот функция организма меня защитить. И это структуры, которые регулируют инстинктивно-потребностную сферу. Все они находятся тоже здесь. Значит, мы не будем при поражении что рассматривать, мы рассмотрим, что у деток, как мы можем увидеть деток, у которых нарушение первого функционального блока. Значит, это детки, вы, скорее всего, таких деток точно видели. Таких деток, на самом деле, становится все больше и больше. Да, когда не отрегулирована работа вот этого первого блока. Значит, что с этими детками? Эти детки очень быстро истощаются, утомляются, очень часто бывают вялыми. И этих деток, сейчас посмотрим на картинке на следующем слайде, вы, скорее всего, точно видели. Да, то есть, в принципе, он вот ничего еще пока не сделал, ничего пока еще не делал, но он уже устал. Он может лечь на парту, он может в детском саду полежать на ковре, то есть, ему нужен какой-то период, чтобы прийти в себя, да, вот эту вот истощаемость, немножко свести на нет и получить активность за счет того, что я тело свое куда-то положу, поддержу его, потому что держать уже нет сил. Это детки очень часто с эмоциональной неуравновешенностью, очень часто это какие-то выпады агрессивные, которые могут быть депрессивные, то есть, не обязательно агрессивные, да, то есть, у них очень часто меняется настроение. Но здесь я должна сказать вам о том, что первый блок очень сильно завязан на блоке третьем, да, тот, который отвечает за регуляцию, за контроль и за программу деятельности. Поэтому в третьем блоке, когда вот недоразвит, да, недосформирован или какие-то проблемы происходят в третьем блоке, эмоциональная неуравновешенность может быть характерной чертой и деток с нарушением третьего блока, не обязательно первым. Значит, это дети, третий пункт, да, это дети невротики, которые реагируют на любой стимул окружающего мира. Значит, что значит на любой стимул? Этот стимул не обязательно будет связан с адаптацией, не обязательно будет связан с коммуникативной составляющей. Он может быть связан просто с тем, что вот плохо у него обрабатывается тактильная информация, да. Он может быть постоянно в тонусе. То есть в тонусе, значит, вот тело вот прям сжал, как комочек, да, сжал. Тонус может выражаться, например, в том, что он, когда пишет, очень сильно нажимает на ручку, либо очень слабо, например, наживает на ручку, да, то есть не уходит сигнал в головном мозге. Это детки, которые, например, детки, у которых слуховая кора очень плохо обрабатывает, но поскольку все в нашем мозге взаимосвязано, первый блок тоже начинает подтормаживать, да. Эти реакции могут быть и связаны со слуховой информацией. Это детки, про это Лурия тоже говорил, очень аллергичные детки, у которых очень часто, очень много видов аллергии встречаются. Это детки, у которых повышенное заболевание, да, то есть очень часто болеют, слишком часто, если мы будем говорить о средней статистике. И заболевание, я уже объяснила, связанное, скорее всего, с иммунной системой и с процессом адаптации. Про гипо и про гипертонус уже сказала. Дети пишут, как курица лапой, то есть не могут держать ручку очень долго, поскольку тонус им мешает либо гипо, либо гипер, то есть либо сильно прям, да, тело в тонусе, либо наоборот он такой вялый, весь как вот лапша, да, не может держать свое тело, такой разваливающийся. Вот это вот эти вот детки. Значит, детки, которые очень долго не могут научиться завязывать шнурки, это детки с общей двигательной неловкостью, но вот по поводу неловкости могут такие детки встречаться и с нарушением второго блока, да, сейчас чуть попозже про это скажу, но и первого тоже. Что значит двигательная неловкость? Они могут постоянно ударяться, стукаться, какие-то предметы не видеть, натыкаться на них, что-то не поймать, что-то уронить и так далее. Это детки могут быть и с нарушением пространственной ориентации, не обязательно первого блока, да, но и первого блока тоже. Это очень детки с симкинезиями, это движения, которые присоединяются к основным движениям, ну, например, здесь на слайде указано, да, движение языком во время письма, во время того, как я пишу, я еще помогаю себе языком, да, вот двигаю языком в такт моего письма, дабы помочь мне вот в движении рукой. Это не обязательно может быть язык, он может ногой болтать, например, под столом, да, это тоже будет с симкинезией, во время того, как пишу, то есть основная функция, которая я сейчас, основная деятельность, в которой я сейчас выполняю письмо, и при этом я еще помогаю себе болтая там под столом ногой. Это вычурные позы различные у ребенка, представляете, у него тело, да, постоянно в том носе, либо постоянно вялое. И эти позы, они вот видны по сравнению с другими среднестатистическими детками, да, вы вот эти позы точно увидите. Это детки с дезортреей, дисграфией, то есть детки с нарушенными затруднениями, да, в произношении слов, с нарушенным звукоподражанием, тоже нам могут свидетельствовать о нарушении первого блока. Это детки, у которых очень слабая конвекция, сужение полей зрения, это все связано со зрительным анализатором. Почему вдруг здесь появился вот в первом блоке, да, внутреннюю структуру, зрительный анализатор? Появился он потому, что любой, любая анализаторная система, тактильная, зрительная, слуховая, вкусовая и так далее, они в любом случае проходят через все три блока. То есть не бывает так, что у нас сигнал ушел куда-то, да, в один блок и там обработался. Со зрительной системой то же самое. Она прошла первый блок и потом только попал туда, где сигнал сам обрабатывается. Поэтому со злобостью глазодвигательных реакций, да, например, это тоже могут быть вот эти детки. Но при этом, посмотрите, это детки, у которых очень хорошая речь. Они обычно очень много говорят. Их прям невозможно перебить. Это детки, которые вам расскажут про все на свете. Не только сказки, но и вообще новости, которые вчера смотрели, да, актуальную информацию, там, политической ситуации и так далее. И это детки, у которых, в принципе, очень хорошо развито мышление. Да, у них могут быть проблемы с поведением в связи с тем, что у них либо бипо, либо гипертонус. У них эмоциональные вспышки, они очень быстро устают. То есть из-за этого у них большинство поведенческих проблем. Но они очень хорошо говорят, да, и у них очень хорошо развито мышление. Значит, в целом, если мы будем рассматривать таких деток, очень-очень условно, но деток с нарушением первого блока подразделяют на деток с низким темпом деятельности и с утомляемостью, быстрой утомляемостью, и деток с гиперактивностью и импульсивностью. Очень условно, потому что может встречаться смеси сейчас, все чаще, наверное, такие детки встречаются. Но давайте посмотрим их в отдельности. Значит, дети с низким темпом деятельности и с утомляемостью. Для них характерен низкий темп работы, трудности включения в работу, быстрая истомляемость при выполнении энергоемких заданий, астеничность, вялость, пониженный мышечный тонус, гипофония, то есть тихий голос, тихо очень говорят, анемичное лицо, то есть безэмоциональное, слабый почерк, паутинообразный почерк, микрографию мы таких, то есть мелкий почерк, мелкие буковки маленькие, мы вот таких деток увидим. В целом, вот как на картиночке, устали, еще ничего такого прям серьезного не сделали, но уже устали, уже энергия закончилась. И такие детки в школе будут очень долго, да, и в садике тоже, в какую-то деятельность включаться, все уже переключились, все уже чем-то занимаются, а он еще даже не понял, что надо делать. И заканчивать они будут позже всех, все уже собрались, все уже из класса вышли, а он только будет переписывать домашнее задание, задание, которое надо, да, задали. Он будет очень слабо делать, отставать от всех деток во всех деятельностях. И детки с гиперактивностью и импульсивностью, у них отмечаются колебания продуктивности, у них, то есть они могут быть наподобие деток с низким темпом деятельности, то есть очень долго включаться, потом резко переключиться и быть очень продуктивными, а могут потом какие-то быть эмоциональные вспышки. Обычно у этих деток противоположно, да, громкий голос, очень подвижная мимика, они очень эмоциональные, они не сидят на месте, им постоянно нужно двигаться. Но двигаться им нужно потому, что им нужно включиться в деятельность. Вот для того, чтобы включиться, им нужно подвигаться, они так сами себе и помогают. Значит, что мы рекомендуем вот таким деткам, у которых видим, да, вот все вот эти вот признаки, с нарушением первого блока. То есть еще раз, они в поведении могут быть слишком активными, прям вот носиться, либо могут быть слишком пассивными, либо могут периодами быть, да, слишком активными, потом пассивные, такие резкие перепады в эмоциональной сфере и в поведении в том числе, да. Чаще всего агрессивные в эмоциональной сфере. Значит, очень часто таким деткам, поскольку, посмотрите, у них же все завязано на том, что первый блок регулирует работу всего организма. То есть если регуляция работы всего организма проходит плохо, не успевает. Соответственно, наше физическое здоровье, да, будет тоже не очень. Но этого скорее можете видеть, вот когда вы вовремя не поели, вам очень хочется кушать, но при этом вам нужно что-то сделать очень ответственное. Вся ваша деятельность, все ваши мысли будут скорее направлены на то, что я хочу сейчас есть. Да, и вот та деятельность, там отчет, например, какой-то, пойдет на второй план, хотя вы будете с усилием включать третий блок и очень стараться. Вот прям про это и про деток тоже, да, то есть если у меня с физиологией не все хорошо, что-то не так, тормаживает первый блок, это все будет влиять на мое поведение в любом случае. Значит, для таких деток вот в этой связи, да, очень рекомендуют любые процедуры по улучшению физического здоровья. И очень часто это бывает закаливание, как ни странно, которым сейчас никто не понимается. Да, закаливание прям, есть научные работы, которые доказывают, что процедуру, вообще процесс закаливания, да, после закаливания, после какого-то времени улучшает не только физическое здоровье, но и эмоциональное здоровье, и поведение тоже, особенно у деток. Значит, бассейн. Бассейн очень рекомендуется с детками с нарушением первого блока, поскольку они, мы с вами говорили, постоянно в тонусе, в гипотонусе или в гипертонусе. Бассейн – это такая структура, которая вот максимально, да, другая среда, сдавливает тело, там очень большое, нужно очень большое сопротивление для тела. Это как раз-таки профилактика всех тонусных вещей. Физические упражнения сами по себе, особенно бег, либо быстрая ходьба, да, только бег и быстрая ходьба способны выделить гормон счастья, но не только они, но они в большей степени, да, поэтому можно чуть-чуть, минут 15 быстрой ходьбы до садика, обратно, до школы и обратно, как профилактика нарушения там первого блока. И таким деткам очень рекомендуется дозированная нагрузка. И дозированная нагрузка не в плане того, что мы что-то поделали, а дальше вот отдыхаем где-то за компьютером, за телефоном. Имеется в виду, наверное, больше всего режим дня. Режим дня, когда в том числе, или когда вы, например, делаете домашнюю работу с ребенком, да, или какие-то занятия у вас в школе, в садике. Видите, ребенок устал, уже лег на парту. Смените вид деятельности. Обычно это что-то активное, какие-то физические упражнения, какие-то физические игры. Раньше были разминки, помните, в школе, советские времена. Это вот как раз-таки продозирование нагрузки и просмену деятельности. То есть таким деткам вот она нужна. Второй блок. Про него много говорить не будем, поскольку на поведение, конечно, он влияет, но в меньшей степени, если мы в целом будем смотреть, в меньшей степени, чем первый блок, например, и третий. Первый мы с вами обсудили, быстренько второй и третий. Значит, второй блок включает основные анализаторные системы. Именно туда уходит информация от всего нашего организма, всего того, что мы получаем с внешнего мира. Это зрительная, кожно-киностетическая, слуховая, тактильная, вкусовая, обонятельная и так далее. Значит, это зоны, которые расположены в теменной, затылочной, в височной области. Все, что кзади. Это кора. Если до этого мы с вами рассматривали подкорку, внутренние структуры, то это уже кора. Значит, обратите внимание, первый блок, я не сказала, формируется до трех лет. То есть, и тогда мы уже можем посмотреть, есть ли нарушения в первом блоке на самом деле. И внимательные родители это всегда видят. Этот блок формируется от трех до семи, восьми, приблизительно, может, чуть-чуть, в современных реалиях есть чуть-чуть изменения, но так, из опыта. Это где-то 9-10 лет на сегодняшний момент формирования второго блока. Значит, второй блок отвечает за прием информации. Это важно. И если есть какие-то изменения именно в приеме информации, в тактильной, в слуховой, в зрительной, мы будем работать именно с этими системами. В поведении мы эти изменения тоже можем увидеть. Очень частые нарушения, которые встречаются вот у деток с несформированностью второго блока, это сформированность пространственных представлений. То есть в пространстве у них имеются нарушения и часто очень это детки, которые родились в результате кесарево сечения и это детки, которые не ползали. Ну, вот это, наверное, наиболее важных два пункта. Вообще важно там все, но вот это вот наиболее важный и так по наблюдениям доказательства. Значит, почему кесарево сечение? Потому что во время естественных родов, во время рождения ребенок проходит родовые пути и имеется во время прохождения максимальное сжатие тела. Вот это сжатие тела, наверное, единственное вообще сжатие, которое мы проходим в своей жизни. И в результате этого сжатия ребенок поднимает границы своего тела. То есть где я, где внешний мир. Кесарево сечение, вот, к сожалению, вот эту функцию сводит на нет. То есть не проходит ребенок процесс сжатия. Да, вот он наружу вышел не самостоятельно с помощью кого-то. В результате проблемы у нас с пространством. Я не знаю границ своего тела. И ползни. Тоже важный момент, потому что во время ползни, вспоминайте, детки очень часто нужны маневры в пространстве во время ползни. Вот эти маневры как раз-таки и помогают вот это пространство освоить. Деток, у которых не освоено пространство, очень часто бывает нарушение следующего типа. То есть мы их очень часто можем не заметить до школьного возраста, до того, как ребенок пойдет в первый класс. но в первом классе их уже видно будет точно. В частности, из тетрадей, которые у ребенка всегда будут. Значит, это не мой материал, это материал из интернета, но очень полезный материал. Посмотрите, что с такими детками происходит. У них очень часто трудности ориентировки на листе. То есть я не знаю границ своего тела, я не знаю границ вообще предметного мира. И лист для меня сложная структура. Что значит не ориентируясь на листе, то есть не вижу строк, например, не вижу красной строки, не могу определить, где моя строка сейчас начнется, где закончится, где нужен перенос слова и так далее. Это детки, у которых почерк очень неровный. Маленькая буква, за ней большая, широкая буква, узенькая буква и так далее. То есть очень неровный почерк, скачкообразный такой. Вы можете увидеть. Это очень часто зеркальное письмо, когда я пишу буквы наоборот. Б и Д очень часто детки путают. Тройки, шестерки вот здесь на слайде есть. Пишутся не в ту сторону, в которой они должны быть. Но здесь важно упомянуть, что до конца первого класса вообще это норма. То есть до конца первого класса ребенок зрительно еще привыкает, запоминает то, как эти буквы пишутся. А вот уже во втором классе, если вы увидели такое зеркальное написание, неправильное написание, перевернутое написание букв, можно уже говорить о том, что скорее всего что-то происходит в пространственном представлении. он может этот ребенок писать слово слитно. Но слово писать слитно могут детки с нарушением третьего блока, не обязательно второго. Может внутри слова пропускать, например, буквы, писать буквы необычным способом и так далее. Значит, обычно нейропсихологии слабость вот этих зрительно-зрительно-пространственных функций диагностируются с помощью методики домик. Домик дается маленьким детям для образца, для срисовывания. Перед вами картинки деток, у которых как раз-таки нарушение зрительно-пространственных функций или пространственных функций, да, и с которыми нужно работать вот в этом русле. Так, давайте пойдем к третьему. Нам очень важно, если мы говорим сегодня про поведение рассмотреть как раз-таки третий блок, блок программирования, регуляции и контроля. Именно там формируется наше поведение, именно там оно регулируется и контролируется. И таким образом получается, что если у ребенка есть какие-то нарушения в поведении, у него, скорее всего, ну, чаще всего, по крайней мере, есть проблемы либо с первым блоком, энергетическим не хватает энергии, либо ее слишком много, либо с третьим блоком, то есть не могу срегулировать, не могу проконтролировать. Третий блок именно про это. Значит, третий блок, основная функция этого блока, он собирает всю информацию, которую получил весь остальной мозг, да, третий блок – это лоб, наши лобные структуры, собрал всю информацию, эту информацию проранжировал, посмотрел на актуальность этой информации и построен план поведения, план поведения, который имеет цель, которая контролируется, да, все это в третьем блоке. Значит, у ребенка, у которого имеются нарушения в третьем блоке, значит, у него, скорее всего, что вы увидите в поведении. Это очень часто, вот синдром гиперактивности и дефицита внимания очень часто связан как раз-таки с недосформированным третьим блоком. Да, то есть что мы увидим? Мы увидим очень непонятное, наверное, для не знающего взрослого поведение, то есть оно будет, например, резко меняться, то есть от одного типа поведения, вот спокойный был, да, ребенок, резко стал тревожным, резко стал агрессивным, резко стал дрочливым, да, это вот такие вот резкие перепады в эмоциональной сфере, резкие перепады в поведении, скорее всего, нам будут говорить о несформированности или недоразвитии третьего блока. У таких деток имеется синдром нарушения серийной организации речи и движений, то есть они не то, что нет, свою деятельность, да, не могут построить, они не могут построить серию движений, то есть не могут, почему организовать свое поведение, потому что просто не знают, как, что делать, да, как себя организовать, а какая у меня цель в данный момент и как мне эту цель достичь. Да, и все это видно, собственно говоря, в так называемом практике, то есть в двигательной сфере и в речи. Очень часто они не могут в речи построить, да, какие-то фразы, построить рассказ, вроде как, кажется, не связаны с поведением, но все-таки этих деток можно видеть именно по речи, по двигательным функциям, ну, и по умению контролировать свою деятельность и ее регулировать. Значит, что с этими детками еще происходит, что мы у этих деток сможем увидеть? Для них иногда недоступна или очень сложна деятельность по инструкции, деятельность по какому-то алгоритму, по программе деятельности, поскольку они не умеют планировать, для них деятельность, которая вот прям идет четко по инструкции, она сложна, они ее, как правило, не придерживаются. Значит, и когда учитель или воспитатель говорит, откройте тетради, записываем, первую строку в таком-то упражнении, там переписаны, первую строку в таком-то упражнении, вставляя пропущенные буквы, то есть много-много-много многоэтапная инструкция, для них она будет очень сложна, и они на каком-то этапе просто эту инструкцию не усвоят. И точно так же, как детки первого блока, они будут отставать скорее от всех остальных в классе или в другом, ну там, в детском саду, в деятельности, либо делать это наоборот очень быстро, не услышав инструкцию, не прослушав инструкцию до конца, они начнут делать это моментально. То есть им инструкция, собственно говоря, не важна, она им не нужна, им главное сейчас вот сделать и оставить это уже, приступить к другой деятельности, да, то есть еще раз, либо они эту инструкцию не усвоят и не услышат, как правило, неуспешность деятельности, про которую мы начали в начале лекции говорить, вызывает тогда бурную реакцию, либо они делают все очень быстро, поспешно, не дослушав инструкцию. Это детки, которые не умеют планировать свою деятельность, то есть очень часто это дети, которые не могут сесть за уроки дома, например, потому что это целая процедура, это надо спланировать, с чего начать, как начать, как вообще это сделать, и родители, которые очень долго делают уроки, на самом деле, за детей, контролируют весь вот этот процесс, они тормозят развитие третьего блока, то есть таким образом ребенок не развивается, за него все делают, это касается не только дел школьных уроков, это касается вообще всей деятельности, убраться дома, например, прибраться где-то, налить себе чай, это в любом случае планирование, когда за ребенка делается дома все, конечно, у него будет подтормаживать третий блок, потому что планировать он не умеет, и в школе эта проблема будет наиболее ярко выражаться, потому что там родителей нет. Рабочая память, память рабочая, заметьте, это та память, которая нам нужна сейчас, в данный момент проговорили инструкцию, я эту инструкцию сейчас запомнил, я по этой инструкции сейчас действую. Если я инструкцию не усвоил, если я инструкцию не понял, я не спланировал, что я сейчас буду делать, все это выражается в рабочей памяти, задание сделать не смогу. но очень часто встречается так, что ребенок не умеет планировать, у ребенка есть явные нарушения в поведении, в эмоциональной сфере в том числе, но у него очень хорошая память, у него просто отличнейшая память, и на этой памяти он, собственно говоря, и успешен в любой деятельности. Единственное, что у него будет его выдавать, это поведение. И устойчивое поддержание усвоенной программы в течение выполнения задачи, это тоже про рабочую память, то есть я в данный момент выполняю деятельность и держу в памяти то, что я выполняю, что для деток с третьим блоком достаточно сложно сделать. Бывают другие случаи, когда ребенок не может эффективно запомнить не только информацию по рабочей памяти, запомнить вообще, это не будет касаться третьего блока напрямую, это внутренние структуры, но все-таки. Импульсивность, отвлекаемость для этих деток тоже будет характерна, они будут очень бурной реакцией на любое замечание, на любую неуспешность, вы получите реакцию, которую не ожидаете на самом деле. И это детки, которые очень часто отвлекаются, отвлекаются они не потому, что не могут выполнить эту деятельность, им нужно просто переключиться. И мы про нарушение первого блока говорили про смену деятельности для деток с нарушением третьего блока, тоже очень часто рекомендуют деятельность эту поменять. то есть увидели, что часто начал это и для взрослого человека тоже характерно. Смена деятельности поможет ему заново включиться. И обычно эта деятельность именно физическая, что-то физически поделать. Не может подобрать способы запоминания, не выстраивает программу, это мы уже проговорили, здесь на картинках прям очень хорошо видно, как эти детки видны в деятельности, в поведении. Где еще мы можем видеть нарушение третьего блока? Это опять тетради. Это обычно классные работы и это очень часто именно диктанты. Потому что именно в диктантах нужно в процессе того, как я пишу диктант, свою деятельность отрегулировать, проконтролировать и еще запомнить, когда тебе диктуют предложение. То есть там нарушения третьего блока очень ярко видны. Что мы видим в таких тетрадях учеников, у которых нарушение третьего блока? Это ошибки в регуляции. Очень часто это на слайде написано антиципации, когда ребенок предвосхищает результат. То есть он торопится. Это как ребенок, который торопится быстрее выполнить, выполнить, не дослушав инструкции, точно так же торопится он и в тетради. Здесь есть пример 50 плюс 10, там было видимо, он пишет 60, то есть он уже посчитал, что 50 плюс 10 будет 60, и этот результат предвосхитил, написал его заранее. Очень часто вот такие, где так бывает, персеверация, повторение либо застревание на какой-то одной деятельности, в нашем случае это может быть цифра или буква, то есть застрял, написал несколько раз, и здесь есть примеры 40 плюс 10 равно 40, персеверация, повторил. Значит, в путерке мы тоже можем видеть вот таких деток, но их очень четко надо отличать от деток, у которых нарушение второго блока, помните, у них тоже были проблемы с почерком. Здесь, конечно, нужна отдельная диагностика, так просто посмотрев, мы не сможем сказать. Значит, наподобие тех же деток, у которых нарушение второго блока, у этих деток тоже есть варьирование по ширине, по высоте, по наклону букв, они будут прыгать, у них очень неровный почерк, они будут забывать буквы, они будут пропускать буквы, повторять их снова, то есть персеверировать. У них могут быть промежутки очень большие между словами, либо их вообще не может быть. То есть посмотрите, в целом это пространственные ошибки, которые очень характерны для второго блока. в третьем блоке они тоже будут встречаться. Про пропуски неправильное написание Бог сказал, ошибки переключения, замены, когда не смог переключиться на действие, мы с вами тоже проговорили, и есть трудности с рабочей памятью, тоже уже их упоминали, и неумение построить программу деятельности. Это все значит, что рекомендует деткам, у которых есть проблемы с третьим блоком, у которых есть недоразвитие третьего блока, и таких деток вы видите, про первый блок мы уже сказали, проговорили, поскольку поведение, нарушение поведения очень часто связано с первым блоком и с третьим блоком, со вторым тоже, но очень редко. Значит, в любом случае, для того, чтобы укрепить третий блок, нам нужно вот снизу начать, снизу вверх, мы всегда начинаем по нарастающей, поэтому очень часто рекомендуют начал укрепить блок первый, то есть те рекомендации, которые были даны для укрепления первого блока. Кроме того, для таких деток, у которых все очень сумбурно, у которых нет программы деятельности, для них очень часто рекомендуют, и это правда помогает, организацию четкого режима труда и отдыха, это очень часто прям план деятельности на каждый день, но есть очень много в современных магазинах план там дня, например, для ребенка уже разработан, он не работает, честно скажу, работает только план, который ребенок написал сам, либо с помощью учителя, воспитателя, либо с помощью родителя, то есть он четко должен сам написать, там, 7 утра встаю, да, иду чистить зубы, завтракаю, востолько-то выхожу в школу, прихожу, и чем занимаюсь дальше, то есть четкий режим дня, он должен складываться у ребенка в голове, и быть прям вот на бумажке, лучше, если он сделает это сам, введение программы, регламентация тоже относится вот к этому четкому режиму, то есть четкая схема для того, чтобы спланировать, для того, чтобы ребенок умел планировать, у него должна быть уже какая-то схема, то есть мы должны научить ему этой схеме, то есть каждый вид деятельности производится по какой-то программе, в том числе чищу зубы, беру зубную щетку, намазываю зубную пасту, и так далее, это программа деятельности, именно вот с таких бытовых вещей ребенок научается программировать всю остальную деятельность, именно с них начинается, наверное, научение программированию, как это ни странно, хотя, казалось бы, причем тут третий блок, очень рекомендуют в комнате ребенка тоже эту систему установить, то есть четко разграничение функциональных зон, рабочей, игровой, зоны отдыха и так далее, очень часто это недоступно дома, но при этом может быть, например, стол, на котором едим, быть и рабочей зоной, там, где ребенок делает уроки, ничего страшного в этом нету, просто когда мы едим, эта зона у нас превращается, на ней имеются тарелки, там, я не знаю, чайники, чашки, ложки и так далее, как только эта зона превращается в зону для работы, для обучения, со стола все убирается и там появляются тетради, книги, учебники и так далее, то есть она превращается в рабочую зону, это четкое разграничение функций и опять-таки это зачаток того, чтобы ребенок программировал свою деятельность, еще что влияет очень часто, еще раз тоже началась эта лекция, стиль поведения взрослого с ребенком, у каждого взрослого есть свой стиль поведения, в детском саду, в школе у учителя, родители, и ребенок этого стиля поведения придерживается, и здесь мы опять возвращаемся к тому пункту, когда стиль воспитания очень влияет на поведение ребенка и в том числе на формирование как ни странно третьего блока. Ну и есть специальные коррекционные методики, детские игры, которые направлены на формирование третьего блока и это очень часто игры, которые играли взрослые в Советском Союзе, это игры по правилам, именно по правилам, потому что в третьих функциональных блок, еще раз, программы деятельности, нужно выслушать инструкцию, нужно с этой инструкцией подружиться, нужно следовать этой инструкции, иначе ты дальше в игре не играешь, как только инструкция нарушается, ты наказан, больше не участвуешь. Именно игры по правилам, любые, это может быть резиночка, это может быть скакалка, по каким-то правилам, это может быть вспоминать игра съедобная и несъедобная, это прятки, это все настольные игры, практически все шашки, шахматы, это дубль, очень известная игра, все настолки, это на самом деле игры по правилам, и для формирования третьего блока нейропсихолог, клинический психолог будет так или иначе использовать именно эти игры в коррекции вот с такими детками, да, посмотрите, он будет работать над укреплением первого блока сначала, и потом включать специальные коррекционные игры, по сути, это игры по правилам, которые мы все знаем, вот с такими детками, и все, ну все на самом деле начинается с организации режима, дня отдыха из программы деятельности вообще любой, да, не только учебной, не только связанных с воспитанием и с поведением. коллеги, у меня все, если есть вопросы вот по блокам, готова ответить, надеюсь, было доступно, ну и самое главное, можно будет пользоваться. Елена спрашивает, в каком возрасте формирование третьего блока, значит, смотрите, с третьим блоком все на самом деле гораздо сложнее, во-первых, он формируется позже всего, то есть после того, как сформирован первый и второй, ну не прям не четко, да, но параллельно им, но позже по сравнению с первым и вторым. На сегодняшний момент есть данные, что третий блок формируется по некоторым вот статьям, да, опять судим, до 18, есть статьи, где написано до 21, и последние данные до 25 лет. Но здесь надо иметь в виду, что коррекционные занятия с такими детками, да, по формированию программы деятельности, они все-таки для деток, которые до 14 лет, да, то есть мы, я вот лично беру до 14 лет, очень редко до 16, но на самом деле третий блок формируется, ну последний, да, 21, 25. Люда спрашивает, да, в виду прием, здесь есть почта, можете писать на почту, если коллеги, есть какие-то вопросы, я на информацию не жадна, можете на почту писать, поделюсь, чем есть. Практические вовлечения родителей в процесс образования детей наиболее успешный и предпочтительный. Значит, смотрите, по поводу вовлечения родителей вообще и в целом, в процессе того, как детки ко мне приходят на коррекцию развития, как угодно можно назвать, я, при этом присутствуют родители, мы каждое упражнение проговариваем, да, каждую игру проговариваем, зачем она, цель ее, планирование этой игры, потому что мы идем от самых простых и дальше эту игру можем усложнять. Да, вот такое проговаривание, к сожалению, приходится сегодня с родителями проделывать для того, чтобы они это включали и в повседневную жизнь тоже. Да, ну вот, вот пока так. Аня спрашивает, пересказывает отлично, память хорошая, хочет читать не любит, но стихи рассказывает. Это к чему? В четвертом классе 10 лет, проблемы с письмом, ошибки в русском, странные, как можно исправить ситуацию? Делась кейсер, и в словах объясняет, как написать далее, это ужасно, потом удивляется. Аня, надо смотреть, что с вторым и с третьим блоком, то есть это только в диагностике, вот так вот просто не скажешь, но на скидку, на очень большую скидку, тут скорее всего нарушение второго блока, да, то есть пространственных отношений, тем более вы пишете кесарево сечение, это скорее всего вот нарушение пространства. То есть здесь будут играть скорее на пространственные соотношения, я вам не сказала, но по играм можно взять здесь как раз-таки про пространство, тоже есть, Семенович, нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Здесь есть отдельный параграф, отдельная глава, по-моему, даже, по коррекции пространственных отношений, и прям там упражнения на усложнение. мы начинаем с самого простого и постепенно усложняем. Неорганизованно в комнате на столе бардак. Ну, это да, это скорее всего пространство. Пространство, но бывает так, что еще у деток второй блок, да, недоразвит, есть нарушения некоторые, и он тянет за собой третий блок, то есть неорганизованность, неумение контролировать, да, подтянул за собой и третий тоже. Скорее произошло так. Так, вроде, коллеги, все, еще есть вопросы. Все, вроде нет. Коллеги, спасибо большое. Почта моя на слайде будет в записи, вы тоже можете ее списать. На вопросы рада ответить, если будут вопросы, на почту. Все, коллеги, всем спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...